так видно нет мир вам на видно так здравствуйте анти тихонов здравствуйте у нас все за у нас все записывается выставляется в интернет вы не против нет я не против я слушаю говори пожалуйста поинтересоваться раз и навсегда для себя а можно ли православному человеку интересоваться политикой лезть в вопросы власти всячески как бы над этим думать и размышлять либо же нужно отстраниться от этих мыслей полностью и как бы мыслить сквозь одно евангелие один новый завет ну древних римлян еще была поговорка такая что позволено говорит императоры говорит мама марса то не позволено быку ну это понятно кому как дано я отношу вопрос к себе лично дело в том что я много занимался этим делом вопрос масонства и управления миром я потратил практически 14 лет это все абсолютно что было издано до революции что при советской власти и что зарубежная это в опасное время меня судили это все у меня стояло в обвинении и это считалось над тем непростимым грехом что мне никогда не светило выйти оттуда вопрос был настолько серьезен называлась м1 м5 по пленкам то мне говорили говорит следующее если еще будете бра писать то только интервью антихриста плотную не дело курировал сотрудник кгб тогда он был подполковник никулин юрий михайлович и он говорит я открыл кабинет а там несколько делов видимо заняты были тем работали и я готов слышал сразу дверь закрыл даже за то что ты слушал будешь ответственно вот какая глубокая была тема это политика это в чистом виде политика но она была основана на слове божьем показать кому вы люди доверились кто это вот я когда спрашиваю сейчас а израиль кто образовал ну кто евреи евреи это евреи откуда у них была бы сила кто перевозил то снабжал оружием кто давал деньги а журнал огонек был и тогда был главный редактор евреи у журнала огонек виталий коротич и была статья такая гитлер тире основатель израиля и кто бы мог подумать да кто бы мог подумать именно так но доказательства такие что ну нельзя никак кто именно издавал приказ как это было какую роль гиммлер играл который главный был по уничтожению евреев кого уничтожали метисов так минуточку а тут на skype выходит но вот такое дело я никому не советую но если он желает пусть он зайдет на наш это сайт называется и там у меня есть как раз об этом политика и все проще на сайте во свете библии подробно очень подробно подробно именно каждый протокол разбирается что это считается подделка царской охранки может быть и подделка но чтоб такую подделку составе должны быть лучшие финансисты мира политики министр иностранных дел все это собрать так не получится я лично верю что это не подделка но что интересно у меня были знакомые евреи и полукровки и они как будто ничего не знают грамотный писатель тому такое знаменитый но как будто у них главная задача стоит чтобы нигде никогда никому не разрешать говорить об евреях а он не разбирается человек правда или неправда вот у нас была еврейка она была у нас ходила но она не была членом общины основания не было ее не пускать и вот однажды она прочитала мои книги написано когда рассматриваешь историю израильска государства и потому как они относились к богу и к христу то входишь в искушение да не ошибся ли господь бог избрал эту нацию как она ухватила меня как начало трепать я говорю не я это говорю это писание говорит господь раскаялся что сотворил человека но это по антропоморфизму считается о человечине бога чтобы нам было понятнее а на самом-то деле господь пришел к погибшим овцам израиля так и написано то есть они погибшие вот по монасты и написано и наполнил иерусалим от края до края кровью вот седьмая глава деяния апостола побивает стефана и он прямо говорит кого из пророков не гнали отцы ваши то есть пророки это выдвиженцы бога это люди которые заботятся о нации и кого не гнали и сами перепилили деревянной пилой и риме бросили в рот с грязью и по порядку перечисляет кого не гнали а вы гробницы не теперь строите христос их упрекал говорил в этом это политика в самом настоящем виде как управлять это они уже дальше знают я не это хотел сказать а к тому чтобы мы были очень внимательны не ходили на выборы эти я не агитирую можешь идти но там уже выбрана однажды когда избирали в америке демократическая там консервативная партия у них там большие делают такие панно лампочки загораются синие красные в каком штате сколько человек подсчет голосов а в это время у них там так называемый мальчишник все миллиардеры собираются но и сказали сейчас у нас будет ричард никсон а он тут же есть еще не голосует ничего он уже выбран а этот рональд рейган отошел сторону так печально и к нему главный который самый заводила всего подошел по плечу похлопала гаторония ты не обижайся следующий ты будешь а там еще лампочки будут загораться еще холопы говорят это бояре говорит дерутся у холопов щупы трясутся вот и все не надо это все уже запрограммировано вот у меня сегодня будет беседа под запись ну такая тема что почему такие события случаются а я там не участвую знаю что я это знаю досконально почему я сегодня буду как раз отвечать на этот вопрос у знающих людей договариваться чтобы на меня выйти и ролик появится вот так вот то что можешь заниматься но толку никакого нету там уже все назначено это убога режиссура и бог показывает тень будущих благ вот я руки растопырил пальцы и вот у меня сверху лампочка и как она будет выглядеть но такой широкой полметра а чем ближе тем точнее точнее и когда я соединяю нас соединилась вот это приход события которое было предсказано чтобы это было понятно а иисусе христе пророчества были в ветхом завете около 300 пророчеств и одно из них было написано у захарии и это все разъясняю подробно и написано и предали его за 30 серебряников шестьсот пятьдесят лет и цена указана позвольте мы даже унцию золото не можем определить точно в начале века и сегодня насколько она разница если было тысячу долларов в 901 году и сегодня тысячи долларов даже доллар это несопоместим несопоставимы даже и вот так цена стоит дефолт кризис инфляция все идет как всегда было так всегда было сына раба застыла на месте все меняется выше ниже из 650 лет цена стоит на одном месте почему она назначена выкуп за сына божия и ничего нельзя сделать вот если бы заплатили 29 или 31 это был бы не христос уже мы его не приняли бы почему входит дверью дверь называется писанием а енде приходит вор и разбойник перелазить через стену вопреки писания и поэтому если сказано что весь мир склонится перед одним правителем мира над всем миром и столица будет иерусалим не москва не вашингтон а иерусалим и вас сядет храме выдавая себя за бога не за президента как бог и будет чудеса творить об этом горит ефрем сирин кирилл русалимский ян златовус андрей кесарик аппадокийской архиепископ это так и будет и будет царствовать уже отмерено он скажет к гитлер айнтаузен хире сарайх то есть тысячелетнее царство 13 лет всего лишь на да все 13 лет всего только был его в тридцать третьем году избрали канцлером пришел к власти а дальше всех поджал более талантливого человека и более любящего свою нацию трудно найти мировой истории но если знаешь если при условии что бога нет одно условие а если бог есть это был сатана в человеческом образе я вот так выражаюсь почему поставил задачу истребить еврейский народ славянский и проще и вот он подавился здесь а какая миссия русского народа я говорю скажите татар монгольская иго подпирает ватикан хотя его тогда и не было еще что делать ничего нельзя сделать все покорили все и вдруг русский народ накапливает силы и дает сражение мама его конечно это первого победа была она не нужна была эта битва куликовская а почему 400 тысяч вышло на сражение и вернулись только 40 тысяч 9 из 10 пали а уже через семь лет пришел тахтамыш и сергий радырский бежал и керри сожгли зачем тогда то было когда где-то никакой роли не играла 7 лет страха а как а пришло время гейтлер воевал покончить с коммунизмом какие танки какая промышленность вся европа румыны там венгры все за него там муссолини там япония союз эта ось протянута и лопнула ничего нет пришел михаил сергеевич ни одного выстрела лет и до конца все разрушил а почему пришло время вот это надо научиться как кутузов михаил ирионович говорил наше дело отсидеться отсидеться спокойно пришло время зима пришла не надо было бородинского сражения они двинулись обратно и половина погибла переберезено и проще россия это гаситель погасили здесь и кончилось ну к примеру возьмем наполеон все захватил россия взял москву и тут заглохло а эти отступили все кончилось гитлер все захватил теперь самая главная ошибка под москвой когда было зачем он направил гудериана сразу на юг он считал москву возьмет сходу он разделил силы на двое это была самая роковая ошибка а тут зима на помощь русским слякать дорог и все стало а дальше-то на 130 километров угонули его а тут уже не до этого было там сталинград и мухарцев пику в задницу боткнул а тут тоже и знаете техночка по-моему не на два на три фронта было поделено ну да если так считать то на 3 на 3 фрунта еще африканский считай вот это главное там почему москву не взял на россии дошел и подавился хребет сломали ему здесь значение россии такое что она пойдет ввяжется в эту войну в израиле будет и там кончится последний выход ее будет а где это известно откровение 17 18 главы так что знать можно неплохо но не спорить не настаивать и когда случится что-то от крушения советского союза ко мне приезжали первые секретари там кого только не было как вы могли это знать я не знал это я говорю что рухнет у меня стихотворение там воскресение христова низверглый рим падет кпсс в аккордах радуги иудина колено христос воскрес воистину воскрес начальник зам начальника тюрьмы подполковник кажется это его забыл анатолия его звать клеменко и он это вы написали я говорю я мы вас гнаем здесь никто и знать не будет я говорю анатолий иванович так написано в библии он так написано да он посел но наверное так и будет вот как будто шар какой проткнул почему слова библии значит политика кому дана что такое политика мне самая антипатия высшая во мне это отношение к одному человеку который не похоронен в мавзолее как как новодворская валерия с плакатом вышла с дюганом заберите свою воблу согласен анатолий но это же в свое время был все равно очень умный человек именно вот он сказал что такое политика он говорит умение управлять государством я отсюда делаю вывод государство состоит из отдельных регионов умение управлять регионом регион состоит из районов уровень и у проведет проблять районом умение управлять домом умение управлять с женой из собой вот эта политика то есть от бесконечно большое бесконечно малому Игнатий Тихонович, мне тут Библию прислала Наташа Усатая, на которую я жаловался, писал из Германии. Поэтому у меня уже есть в бумажном варианте. 77 книг, кто издатель? 77 книг, каноническое издательство, сейчас я прочитаю. Книги Священного Писания Ветхого Нового Завета, Святого Святого Почаевского Лавра, 2013. Все, 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 там не выпустят. Православная Церковь ни разу не выпускала 66 книг, а только протестанты. 77. 77. Да, 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 да. Это наша Библия. Я думаю, вот это, какой я дурак был, что на этого человека вот так вот плохо говорил, будучи, да, может она там и не за неверующим человеком, да, замужем. Но все-таки дров я нарубил в свою очередь, в свое время. Поэтому прошу, конечно, перед ней прощения, так сказать, ей написал уже. Ну, не знаю, простить, не простить, это ее дело, конечно же. Вот, и на чем наш тогда спор, конечно же, взялся, с чего он взялся, тогда мы вот, ну, как, не то чтобы спорили, дискутировали на тему того, что вот если женщина, да, которая изменяет муж, изменяет муж, она же имеет право, если он ей изменяет, так сказать, этот брак, то есть, ну, с ним закончить. Или не имеет права, то есть она должна терпеть, с ним жить. Нет, она имеет право. Ну, Василий Великий говорит, но совета не даем. Перетерпи. Перебеситься, и семья будет сохранена. То есть, на равных. А мужчина, мужчина тоже может оставить Элина. И главное, что если мужчина изменяет жене, 9 лет, это 7 лет, а женщины 9. И Василий Великий составил правила и говорит, говорят, несправедливо, я соглашаюсь, несправедливо, но по-другому пока нельзя. Есть ответ. А если она выйдет замуж, будет прелюбодейкой. Так, я развелся, все тогда, живи один, пока она не умрет. То есть, если даже ее муж изменяет, она все, и если она с ним потом разведется, и выйдет с другого, это уже прелюбодейка. Она должна ждать, когда он умрет. Потому есть такая свадьба по-итальянски, кажется. Ему надо жениться, а она живая. Значит, подостал ей киллеров, убили, теперь уходи замуж, женись. Вот, Игнатий Тихонович, который раз замечают, например, когда меня с чата удалили за непристойное поведение, я там плохо себя вел, так сказать. Ну, вот, замечаю, чем я больше удаляюсь, например, от вас, от вашей общины, почему-то, не знаю, во мне, не то чтобы это объяснование, да, но гнев, вот это вот обостряется в основном. Гнев, злопамятство. То есть, вот эти вот все мои, так сказать, слабые места, они обостряются. Это не слабые места. Это уподобление дьяволу, говорит Антон Златон. Злопомнение уподобляет дьяволу. Так что это себе никаких под других слов не ищи. Беснование, это натуральное беснование. Это сатана взял. Это не пену испускает. Он бесновится. Ты восстал против. Против самой сути. Вот она не такая, сказала, а мне не касается, как простить. Нет, нет уж, дружок. Ты добейся того, чтобы она простила, а не просто Библию взял, положил под подушку, а ты, стервая, отстань от меня. Блудная шваль. Еще забыл свои слова. А то она говорит, да, я такая, я... Вот это и понятно. Я стервя, стервя. Это весь такой вечный зов, кажется. Фильм такой. И знаете, Тихонович, ну вот я не знаю. Я раньше, например, добивался того, что, например, я очищался, внутри менялся полностью чтением Библии, именно Евангелия. А сейчас, например, ну сколько я раз читал, например, такого нет. Просто нужно переломить себя, да, то есть как бы все равно читать, молиться, например, поститься, да, и идти вперед, невзирая, так сказать, на вот эти вот помехи, так сказать, и не идеальное, так сказать, состояние свое, душевное, внутреннее, без мира совершенно. Правильно я понимаю? Вот это все уже десятый раз повторяешься, и на старую блеводину возвращаешься, как пес, как свинья, вымытый, идет валясь в грязи. Так оно и есть. Ну так это не я говорю, а нам говорит апостол. Ну и вот, надо ломать. У верующего ломать не надо. Написано, верующий в Сына Божий не может грешить. Он не может. А гнев человека не творит правды. Такие слова, то есть это подтверждение того, что в тебе есть. Мне это не надо запоминать. Потому что это во мне, внутри. И вот я бы кого-то, кто-то, где-то, и я бы ему, да что, сохрани Бог. Да даже не то, что там делать, а только подумать страшно. Ты молиться не можешь, когда на кого-то что-то имеешь. Положи дар твой у жертвенника. Пойди прежде примирись. Не когда ты делаешь что-то, а когда на тебя кто-то. А вот что ты делаешь, что-то вообще такой заповеди нету. Ты просто никто. Ты можешь поступить куда-то в полк шахидов. Тебя примут. На месте с тебя, говорит, в подпол посадят, чтобы щеки обвисли. Понятно. Вот еще. Ну а вот по поводу вот этих вот браков, например, да, если вот как апостол Павел пишет, например, жена верующая освещает мужа неверующая. Ну или наоборот, например, да. А каноны, как вот к этому потом применять? Если вот в канонах, например, святые отцы пишут, ну я дословно не помню, просто на то, что я, да, на памяти лежит, так сказать. Если там написано, например, если не венчаны, да, то есть их житие получается, мужчины и женщины, то есть это вообще невозможно называть никак браком. Совершенно. Нет, можно назвать. Оба были комсомольцы, но одна сторона обратилась, и ей не повелевается оставить ее, если он желает. У меня веры нету, и она должна остаться, а он не идет венчаться. И это невенчанное житие считается браком. Тут сложнее, когда оба были на той стороне, а он или она обратились, и теперь через верующие освящается. Иначе дети ваши были бы нечисты, 7-14, 1-й Коринфянам, а теперь святы. Почему святы? Даже Мартин Лютер говорил, потому что верующая половина крестит детей, и дети освящены благодатным крещением. Хотя сам был еретик, и крещение его оскверняло, а не оправдывало. Понятно. Ну, еще хотел последнее у вас уточнить. Какой бы вы дали для меня совет, первый шаг к примирению с Богом? Потому что я и так стараюсь, например, через Евангелие, потом через пост. И вот у меня как-то это все не выходит совершенно, чтобы до полного примирения, до полного покаяния нет в душе мира полностью. Я борюсь уже который год, но как раньше нет совершенно. Тут если грубо так сказать, грубо, хотя это действительно так, одним словом можно выразить, не битый. Не битый. Ну, понятно, понятно. Знаешь, как Карамзин написал, когда историю русского государства, кажется, 4 тома, и решил там император, кажется, Александр, подарить ему. Ну, тот видит, это настоящий историк, он говорит, 4 тома мне не просчитать. Ты кратко скажи, а в чем там написано? Он постоял и говорит, воруют. Одним словом, вся биография российского государства, которую называли Святой Русью. У меня стихотворение, если оно поется. Святая Русь. Когда была святая? Скажи ты дату, срок, имена. Во свете Библии патетика растает. Останется вино. Вина. Война. Хватали все от севера до юга, до порта Артура, Оспу, островов. Все подмели, самым тайгу и в югу, и распродили нескольцей воров. Кто хуже нас, сокровища земные, транжирит, сжет и рубит по весне. Мы опостылили от века и до ныне Прибалтики, Татарам и Чечне. На наши земли вожделение, зависть облизывая, смотрит миллиард. Весь мусульманский мир, там добровольцам запись. У нас отнять за счастье каждый раз. О, Боже, проповедников пришли. Крещение духом, водное в крови. Об этом же говорится. Тогда, исполнив веренной на нам, не Русь святая, а герои веры, в народы понесут евангельский бальзам от коммунистической заразы и химеры. Много вы знаете стихов. Да это мое стихотворение, я свое засчитывал. Я просто видел в Ютубе, например, что у вас там записи ваших стихов, и там очень много, кстати, нарезанных. 3467. И вы все знаете наизусть? Ну, сейчас уже, может, я не знаю, а знал я. Примерно 6 часов мог рассказывать подряд стихи поэта в России и зарубежных. Мама не горюй, память у вас какая. Ну, это у меня отец был памятливый, ну и меня Бог спас от женщин. Главное, там, прогорает человека, когда он блудит. Он ничего нет, он обвисает весь продырявленные мозги. Блудник скудаумен, вот это заучить надо. С кудаумен. Еще хотел вас поинтересоваться про игры компьютерные. Например, вот он скидывал одну ссылку, где там, ну, женщина там рассказывала про ученых, которые проводили исследования, например, да, есть определенные компьютерные игры, как, ну, по типу, например, которые специально развивают человека, например, какой-то тренируют, например, что-то, вот, например, правильно, в человеке. Или, например, полностью абсолютно нужно исключить эти игры, например, которые, ну, вот по-вашему, как это? Когда я не знаю ничего о компьютерных играх, впервые увидел, что играют, я сразу понял. В ту же минуту никто не разъяснял, сам еще не разобрался. Я сказал, от сатаны. А сейчас пишут, какие люди делаются безумно, и родители убивают, и кидаются, и тому же, что с людьми делается. Последние два года, из 45 лет я начальник детского лагеря, я объявил, играющих в компьютерные игры в лагерь не принимаю. Они хуже наркоманов. Вот у меня девочка одна, Фрося, ну, тарзанка этого, стол такой на уровне деревянный, по лестнице залазит, а там высоко-высоко веревка, и привязана вот такая палка, а здесь веревка. Ну, садится человек на него, и на веревке туда отпускаются, и обратно возвращаются. Ну, ей там прислали, приехал парнишка один, его, кажется, Тимур звали, а Крещение Андрей, крещеный был. И он стоит там дальше, около дома, Надежда Васильевна, и говорит, просят им, не дай прокатиться-то. Она, ну, что, из-под ног-то вытащила, и ему бросила. А она летит, палка-то на него эта, она на веревке, и вот так вот. Она летит, он стоит, как она ему дала в лоб-то, разбила лоб, он опрокинулся. Он не поймет, как она из монитора вылетела. У него все в мониторе. И она, он не может понять, как она вылетела, там он стреляет, тут герой. А когда я им занялся, он бабе разрешил позвонить. Баба, я научился первое есть. А парню 12 лет. Вот у меня стоим мы в церкви, вот в церкви. Деревянное здание, каменное. Вот, форточки открыты. Ранее прохладное утро, потеряевки. Ну, воздух просто ароматный такой. Только батюшка вышел с кадилом, бац, парень лежит. А она не упал. Его за ноги вытащили, на скамейку положили. Но я говорю, он может придуряться, ему неохота. Но он вот такой белый вот. Он не может лицо сделать белое, просто так. У него крови нет в башке. Заходят, только заходят. Сапфира упала. Берут ее, вытаскивают. Точно такая же, положили рядом. Только зашли, третий хлопнулся. Ну, и этого Тарасия поднесли. Приносим. А первый уже сидит. Кровь у него к лесу прилинула. Опять сидит, улыбается. Я сделал расследование. Они знатоки игр были. Все. Господь сразу взял они бесноватые. И дух зла сразу скрутил их. Мозги отнял и ударил. Никогда, нигде, ни одной клавиши не прикасаясь. Если молился, это сказать, играл, молись, кайся, постись, объяви пост. А сейчас об этом вчера только прочитал особое крупное исследование, как люди теряют мозги и дальше неуправляемо сделаются. Один ролик был, мать у нее, она сама, мать, взяла от него, отняла Игорь. Он бесноватый, ну, там, может быть, лет 10 ему кричит, орет. Видел, может, такое? Наверное, видел. Это ничего нельзя сделать. Поэтому никакой, не надо понимать, что демон белый, если он хороший. Он синий, черный, он чертом остается. Я понял, Игнатий Тихонович. Спасибо за ответ. Еще раз хочу принести перед вами, перед вашей общиной свои извинения. Потому что, действительно, если проблема в себе, то нужно сначала исходить. Проблемы нет. Слово это я не принимаю даже. Вообще выкинул из лексикона. Вопрос не решенный в тебе. Да, вот он решенный в тебе. Не реши. Как? Рога в землю. Если бы это вот матершине говорит. А я не могу. Я говорю, давай попробуем. Давай договоримся. Как только заматеришься, язык высовываешь, вот туда кладешь. И сразу мы прибиваем его шилом. А ты ничего, потом вызорает. Да как это так? Очень просто. И ты его не вытащишь. Ты будешь сидеть сейчас, после каждого матерка, шилом, язык прибивается. Все, замолк, больше нету. Ты не битый, я говорю, не битый. Если тебя поставят такие жесткие рамки, ты рта не раскроешь. Ну, Гитлер уже все, да. И в это время мост у них красивый такой, ну, небольшой там через канал. А мужик вышел и сказал, что вы делаете? Зачем вы ломаете это? Взрываете мост? Ну, война-то проиграна уже. Сразу доложили. И тут же немцы свои, дестапо, повесили перед окнами. Мать ревела, там жена, ничего нет. Поэтому молчи. Наступило время, когда молчи. Молчи. Нельзя ничего сказать. Это смерть. Почему? Ну, вот один пророк подошел к царю и говорит, вот так и так. Вот. Ну, второе, порой, помимо, он 25 глава, 16 стих. Я тебе рассказываю где, запиши. И вот, а царь говорит, а кто тебя поставил надо мной командовать-то? Замолчи, чтоб тебя не убили. А он говорит... Извините, Янадий Тихонович, какая глава? Вторая, паралипоминон, 25-16. 25-16, ага, два часа. И он говорит, пророк ему, то есть он, замолчи, чтоб тебя не убили. Он говорит, я понял, что ты совершил грех и не каешься. И я понял, что Бог решил убить тебя. Повернулся и пошел. Вот и все. Ему открыто. Раз обличения ты не принимаешь, ты не ищи отговорки где-то. Бог решил убить тебя. И тебя больше не будет, говорится. Не будешь злобоним портить воздух. У Бога все вымерено. И поэтому никаких извинений. И чем ты строже к себе будешь относиться, тем легче эта благодать проникнет в тебя. Никаких извинений, никогда. Вот сейчас ты приходишь домой, приезжаешь, а сосед, который курил, он останавливается с тобой здорово, если вот так струю дыма тебе в лицо впускает, ты что будешь делать? Я? Да. Ты, боец. Надеюсь, он так уже больше не осмелится, потому что я уже один раз как бы уже с ним общался. А вообще, если честно, ну я бы повернулся и размазал бы пиво. А сейчас, послушав вас, я, конечно же, уже буду, как вы говорите, рога в землю. Я зашожу в камеру. Камера переполненная. В три раза больше людей, чем положено. На одну шконку, на кровать, три человека. Я сразу зашел, поприветствовал во имя Отца и Сына и Святого Духа. «Мир вам!» Сразу вышел там вор в законе, пахан. Так, откуда? Я говорю, из Барнаула. По какой статье? 190 прим. Что, мента грохнул? Нет, это 190, а это прим. А как она гласит? Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный и государственный строй Советского Союза. Они веру делали такую статью. Вот теперь я нахожусь среди них. И как они ко мне будут относиться? Я спросил, вот посмотрел, встать негде. А у двери вот такое пространство, как дверь открывает. А тут сразу шконки вот так идут. И головами к стене. Я попросил, вот сюда можно встать? Да кому ты мешаешь? Я прижался. А тут, который лежит, курит, и мне все время... Я молюсь, он... В лицо. Я ни звука не издаю. А у меня голова кружится. Я никогда не курил. А он курит и в лицо мне пускает дым. А я стою и молюсь. Наконец-то этот заметил, подошел. Так, отец, вам тут неудобно. Давай-ка вот сюда вот. Вам что, главное, чтобы не курили, да? На одну койку попеременно ложатся спать. На одну шконку. Он так подошел. Вот окно тут. Самые широкие такие, между жалюзиями. Тут больше воздуха. Так. Пошел отсюда. Одного согнал. Посмотрел наверху. А ты тут ногами будешь оборщать. Отцу будешь мешать. Пошел отсюда. И мне на одного две койки. И вся камера молчит. Я... Не надо, мне не надо. Ну, не надо, отец. Сказали, все. И каждый день будет там проповедь два часа звучать. Это... Я не знаю никого. Я зашел чужой человек, а Бог взял и поднял. Из человека сердце расположилось. Теперь мы с ним гуляем. Там надо много ходить. Я ему все разъясняю. Это Бог делает так. Это нельзя ни за какие деньги купить. Это преступники. А тут он не один. У него целая команда здесь. Три человека, которые не курят. Тщательно моют руки. Я им разрешаю взять Новый Завет. Я не считаю, а я растолковываю. Открывается дверь. Охранники из двух этажей стоят у двери открытой. Никогда ни один человек не видел и не слышал про такое. Почему? Не то, что я какой-то там Бог. Потому что за меня очень многие молились здесь. И в ООН молились даже. В Японии. В Америке. Везде молились. Когда я вышел. Поэтому у меня приглашения с разных стран были. Оплачено уже все. И только садись, поезжай. Это Бог делает. Это нельзя сделать ни за какие деньги. И поэтому муж не слушается. Или жена такая-то. А что сделать? Ничего не сделает. Вот я к одному пришел. Он баптист. А у него сыновей пять. Вот растут у меня сыновья. Все проповедниками будут. А сам грубый-грубый. Ко мне приехал. Ну, а он баптист. А я православный. У него мотоцикл с люлькой. Он мне давай до этой довезу. Я нет, не надо. Я не сажусь никогда. Какой ты хитрый. Я хотел сейчас разогнаться. Бетонный столб. Как ударить тебя мотоциклом-то. Люлькой-то. А я не знал. Но я вообще не сажусь никогда. Ну, и вон сыновья растут. И старший сын домой приводит женщину. А он опять, как везде, на кулаки. А сын забежал в комнату. Схватил нож, как ударил отца. И завалил его сразу. Саша Шелковников. Вот тебе пять проповедников. А жена пошла по чужим рукам. Как он говорил, скурвилась. Поэтому мы ничего не знаем. У меня тоже не все благополучно бывает. Я сажусь за стол, а она что-то начинает с чем-то недовольное. Я ложку положил перед иконами. Я сразу за оружие начинаю молиться. Смотрю, стоит рядом молиться. Помолился я. Сто поклонов. Сел за стол. Она знает, рот у меня закрыт. И надо сказать в это время. Я опять, ну, недовольное чем-то такое пустяк прямо. Я этого не переношу. Я сразу встал на молитву. Почему я вижу, нарушена субординация. Она опять стоит рядом. Я третий раз не сажусь на работу, ухожу не евши. Вот ей тут переживания. Ой, да что же, как, да как он там. А у меня работа, тачки, бетон на второй этаж катать по трапам. Я очень сильный был. Я занимался секцией бокса, стрельбы. Террористом хотел быть. Отомстить коммунистам. А Бог говорит, тебя будут гнать, как сабла. Тебя душить будут. Тебе тюрьмы принадлежат. Вот как Бог делает. Бог мне, когда это открыл, я так и вздрогнул. Господи, а перенесу ли я? А Господь сделал так, чтобы все позади. А какого вы можете дать совет мне лично? Вот, например, когда люди мне делают гадости. Вот как вот этот сосед, например, курит, например, и так далее. То есть, или нарушает свои обещания, к примеру. Как вот? Только молитва. Другого нет у нас оружия. После молитвы, да? Да, после молитвы. Им ничего не говори. Улыбнись. Даже виду не подай. Если они уверены, что тебе не нравится, они будут тыкать в это место больное. Ты никогда виду даже не подай. А вроде бы это аромат для тебя. А Господь сделает, а тебя никак не повреждит. А Он не такое делает. Это ничего не значит. Написано, любите врагов ваших. Любите. Не просто терпите, а любите. Выпустите. Ой, это сложно исполнить. А, для христианина это посильно. Вот так. А Он даже прощения не просит. А ты делай добро. При случае постарайся ему помочь. Или по делу какое-то, или что-то дать. Две хозяйки тут на одной площадке лестничной. Ну, спорили всегда. А в это время-то перестройка. Никого ничего нету. А им на работе мыло дали. А на мыло это хозяйке подарила. И сразу помирили. С куском мыло. Все замылила. Да тебе самой надо. Нет, Тамара, возьми. Тамара, ну что тут? Ну, возьми. Это ты отдаешь последним. Ее так это тронуло. Тогда ничего не было. Ты просто доверься Богу и скажи, Господи, гнев человека не творит правды. Солнце да не зайдет во гневе вашем. То есть солнце к горизонту, ты обязан примириться. А теперь представь, ты его не тронешь? Или тронешь, да идти надо просить? Каково тогда? Так лучше не тронуть. И ходить не надо к нему. А иначе ты спать не должен ложиться и молиться не можешь. О, за это много. Обращайтесь с женами благоразумно, как с немощным сосудом, запятая, дабы не было препятствий в молитвах. Вот из-за чего с женой надо обращаться ласково. Иначе она огневается, а она там, а ты молиться не можешь. Ради молитв. Вот она сейчас у меня пришла и ласкается, бабка там, и все, там она виновата где-то. Ну все, Бог проси, давай помолимся вместе. Мы помолились, и никогда ничего не было. А у людей так, чтобы помириться, давай вместе переспим. А это еще дальше отделяет. Я хотел еще спросить, а за старый завет получается? Ну вот я вот так если вот открою, да можно читать Бессакова, да? То есть как понимаю, так понимаю. Либо мне обязательно какое-то толкование нужно. Ну открой где-нибудь, так, на вскидку. Ну вот числа 16 глава, 22 стих. Давай. Ну вот еще, нет, даже так. 26. И сказал общество, отойдите от шатров, нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему. Ну что непонятно, отойди не прикасайся. Сейчас, слушай дальше, считай дальше. Что будет? Почему? Потому что сейчас здесь будет провал. Что принадлежит им, чтобы не погибнуть нам, вам вместе, во всех грехах их. Вот так. И что они? И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дофана и Аверона. А так главные были военачальники. Дальше что было? Дофан и Аверон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими, сыновьями своими и с малыми детьми своими. Во, дальше, дальше. И сказал Моисей из всего, знаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу. И делаю сии, если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей. То не Господь послал меня, а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзит уста свои и поглотит их, и домы их, и шатры их, и все, что у них. Дальше? Дальше, дальше. Или хватит? Дальше, дальше. Еще, еще, еще. Ну еще непонятно, скажи, какое толкование? Ну, все понятно. Это означает, что церковь, это участь сектантов. Они от церкви отделились. В этом смысл заложен. Это участь всех еретиков. Что бы ни было, я в церкви буду, я буду держаться за визу Христа и волоком птащиться, но никуда. Вот почитал, мне аж легче стало. Ну, ты, вот, ну, открой еще 2-3 места, и ты увидишь, ты все понимаешь. Тут понимать-то что, это обыкновенно рассказать. Я, знаете, я-то понимаю, у меня просто боязнь осталась, потому что я раньше читал. Ну, открой, еще открой где-нибудь, так, на скидку. Ну, а вы ветки, за это разницы нет, открой. Я просто раньше, когда вне церкви был, я начинал. Давай, давай, просчитай где-то и скажи, еще тебе непонятно. Ну, давайте, бытие, получается, какая, третья глава. Да, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. Ну, еще непонятно. Понятно. Все понятно. Это не надо отклоняться. Будет непонятно. Никакого толкования не надо. Но тут заложен таинственный смысл на будущее. Что это означает? Почему питаться прахом будет? Почему Бог заранее сказал о смерти? И главное, в прах ты в прах возвратишься. Не написано, что в мощевики. И резать надо мощи, как сегодня. Я не против мощей. Их надо с честью захоронить. Но Господь сказал, ты прах из глины сделанный и умрешь в прах. Не в печь огненную, где там крематорий. Не зашивать в материю, в кресты. Я ничего не добавляю. Вы попираете прямое указание Божие. Вот что я им говорю. А вы против мощей. Неправда. А вы против монахов. Неправда. Я за монахов двумя руками. Но Господь не сказал, что сидите где-то. Идите по всему миру и пропадывайте Евангелие. Они не пошли сюда проповедовать. Теперь 2 миллиарда мусульман. Это на их счету монашеском. 2 миллиарда могли быть православными. Если бы проповедовали все. У одного пахомия было 11 тысяч мужиков в монастыре. 11 тысяч проповедников замуровали. Разговаривать нельзя. В столовую идут нельзя. В столовую нельзя. Пришли домой нельзя. Глухонемы – это самое лучшее. Молчание – золото. Молчание – это смерть. Потому что не увеличил талант. Взял его, зарыл, в плоток закопал. Вот тебе твой, ты злой. Господь говорит, твоими устами буду судить тебя, негодный раб. Ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Почему не отдал в рост? Почему ты не проповедовал? Сколько людей бы пришло? Вот и все. Спаси Христос. Аллилуйя. Спаси Христос. Ты никогда, нигде лишнего слова не говори. Потому что ты не давленый, не мятый, все в тебе. Вся эта кожура. Тебе нужно просто молиться, чтобы Господь не взялся за тебя. Вот мы знаем у Якова 12 сыновей. Ну от 4, 2, 2 жены, 2 наложницы. И вот одному из них предназначено быть премьер-министром соседней большой империи египетской. А его Бог начинает очищать. Братья его чуть не убили в колодец. Братья его продали. Родину потерял. Там его оклеветали, что он хотел изнасиловать жену Патифара, у которого он был в рабах. Ложная статья. Таким людям относятся презрительно. И, наконец, сон. И он выходит и назначается премьер-министром страны. Вот и все. Надо ждать. Господь переливает из сосуда в сосуд. А когда просто ты живешь сам по себе, не нравится, ушел, бросил старика, бросил женщину, проще. Ничего не скажи. Ты сидел на одном месте. И вкус твой оставался в тебе. То есть, вино не переливалось как это. Поэтому Господь говорит, я заброшу тебя как меч в другую страну. Там все против тебя будут. Это Господь говорит кому-то, где-то. А ты примени к себе. Это я. Это я такой неуживчивый. Господи, прости. Что я о себе думаю? Ты ему дам. Да Господь сделает. Ты завтра на носилках будешь лежать человек. Что ты... Возьми вот этот Сергей Козлов. Он говорит, где кого нужно было наказать, меня посылали. Какие, говорит, дела наворачивал. С бандой с этой. А Господь ему вот как сделал удар. Его 20 минут не ищет. 20 минут лежит над ней, никто не ищет. А через 6 минут мозги отмирают. А он смотри, какой острый ум был. И будет парализован и 17 лет лежать. Сразу переменилась вся его история. Мы были очень-очень близки с ним. Он написал заявление в нашу деревенскую общину с матерью. Мы приняли их. Вот так. Да, к сожалению, уже нет. Ну, я еще могу сказать. Только благослови Господи. А ты еще додумался, еще пишешь. Только не молитесь за меня. Зачем ты это писал? Ну, бесноватый. Что тут сказать? Одним словом. Одним словом. Нужно работать над собой. И, ну, слава Богу, что хотя бы Бог такими пинками, хотя бы такими еще ласковыми, например, да, например, как об вот эти обострения, например, злопамятности. А это уподобляет дьяволу. Да, мира на душе нет. То есть от вашей общины отошел, от чата отошел, со всеми перессорился. Все. То есть я начинаю, у меня мира нет, у меня душа раздирается, разрывается, понимаете. Вот так вот экспериментально я дошел, потому что я смотрю, действительно. И я же полностью противоречу Евангелу, полностью противоречу Новому Завету, то есть Христу. Беснуюсь. Я не знаю, ну, помолитесь за меня, пожалуйста, конечно, чтобы я, меня как следует подавили, помяли, кожуру сняли. Ну, Бог посмотрит как. Да. А еще можно вас попросить немного, может быть, помолиться, хотя бы один раз перекреститься за меня грешного, потому что... А, Бои Господи. Да, мне это позвонил человек, вроде бы работа есть на стройке здесь, поэтому если, да, если возьмут, буду работать с 8 до 6 или до 5 вечера, один перерыв часа, так, ну, мне бы эта работа, конечно, пригодилась бы. Так, я хотел прочитать... Одно тут стихотворение у меня где-то было. Сейчас, подожди-ка, статистика, документы... Не сразу найдешься. Так, подожди-ка, снаружи. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Уже закачано. Вот она. Вот смотри, какое стихотворение мне Господь положил на сердце. И вам оно, может быть, даже ближе придется. Посмотрите. Я женщинам всем благодарен и в досталь, Которые, мимо меня не заметив, прошли. Взгинули лишь косах, Змеей струили щекосы. Занозы в них не вошел. И нечего то хоронить. Так, говори. Говори. Ну, а сколько нам-то даете? Ну, ладно. Если еще можно, там флягу мою прокиньте, Промоют пускай, ее заполнят. Ну, слава Богу. Спаси Христос. Ты сходи туда завтра с ним, И там все заново перепотографируй, Что он поснимал тебя. Ну, да. Немножко подставь что-нибудь для виду-то и упади. Чего смеешься-то? Ну, да давай. Ну, а как же делают-то дубль? Мотор, дубль. Когда снимают фильмы-то, они же дублируют два. А из двух будут выбирать, какой лучше. Урбанский-то Евгений-то, он какой был артист. Он каскадерам не дал. И машина перевернулась, и он погиб. Отошел. Отошел. Батюшка звонит, отец Айким. Заготовили березовки сто литров. Березовый сок? Чистый березовый сок. И вот слушай дальше. Ты понял? Я с женщинам всем благодарен и в досталь, Которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь косо. Змеёй струили щекосы. Занозой в них не вошёл. И нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь. По лезвию острому кубарем там я скатился. А женщина в силе. Снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака. Из сердца кострища с горящей своей головнёй. Но жив оставался. Лишь бороду сдуло слегка. До тёплой ночи прошедшая сладко кольнёт. Не мне подбивать... Это потому, что лучше женскую тему закрыть, Раз она всё дали. Смотри. Не мне подбивать и тоже спектакль необычный. Но не был любим до беспамятства дикой девицей. Не сладость, конечно, что чувствами сад ископыщен. Но снова я жив и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не прельстили. Характер немягкий. Путаны не липли ко мне. Страх божий сковал. Моё тело бесилось в могиле, А разум треножил в гиенском, сгорая огне. Один на распутье распутство был спутан, Наказом от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось не раз, что капут мне, Но корень обрублен и вянут светистые ветви. В таинственном разуме Марьеве разум совсем не терял. Работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен в порошок истирал. Примил не по карте, а в храме минуты изгибы. Храним несказанную милостью Божьей, Вставал окружённым мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей. Дивились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье, ни в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господнем счастливые, чистые сёстры. Обстиран, накормлен нашатком в своём табурете, как в кресле. И ум мой блудом неисточен, по-прежнему острый. 9 ноября 2005 года. Вот так. Да меня Бог уже отделил от этого, от женского. Потому что я смотрю, сколько я раз уже не пытался знакомиться. Ну, как в последнее время. То есть, то у меня болезнь была, которая отделяла от этого женского. А сейчас, как бы, болезни нет, слава Богу. Но всё равно мой характер уже, как бы, не позволяет приблизиться. Поэтому лучше, конечно же, я для себя вывел, что упор сделать на молитву, на работу, на себя. Так, всё, отхожу. С Богом. Так, всё, с Богом. Давай.